День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Каждую среду в полдень на Радио Болтком. Да, афиша у нас всегда начинается со среды. Подробный обзор культурных событий в мире классической музыки. Выбывает ли какой-то день, когда нет ни одного концерта классической музыки? Включено. Да, невозможно. Приглашенные в студию музыканты... Какую программу подготовили для наших рижских слушателей? Секреты профессии. Во время игры подумать так, ногу надо подвинуть подальше, потому что иначе я не попаду просто-напросто на этот дом. То, что происходит за сценой. Вот это за кулис, то, что там происходит, такое, боже мой, всё это в программе «Культурная среда» с Еленой Приваловой на Радио Болтком. Ходите на концерты классической музыки. Добрый день, дорогие друзья. Я так надеялась сегодня вас приветствовать из Риги, но планы поменялись. Введённая чрезвычайная ситуация, конечно, меня крайне испугала. Я решила ещё остаться на какое-то время в России, потому что здесь можно работать всем. Неважно, вакцинирован ты, не вакцинирован. Пока эта возможность сохраняется во многих городах в России. И у меня есть большая радость с вами общаться каждую среду в эти 35-40 минут. А помимо того, чтобы общаться с вами, есть возможность познакомить вас с прекрасными российскими музыкантами. Сегодня у нас в гостях Маргарита Еськина, клавесинистка, органистка. Здравствуйте, Маргарита. Здравствуйте, Лена. Все, кто смотрит видео, видят, что позади Маргариты стоит небольшой инструмент с очень красивой картиной. Это клавесин или, как вы ещё пишете, оттавина. В чём разница клавесин и оттавина? Расскажите нашим слушателям. Ну, тут даже вопрос не в разнице, а в тонкостях терминологии. Клавесин — это инструмент, у которого под определённым углом по отношению к клавишам находятся струны. Вообще все эти разделения — клавесин, верджинал и спинет — они весьма условные, базируются только на том, действительно, как расположены струны внутри инструмента. У клавесина струны являются как бы продолжением клавиш. У моего маленького инструмента он скорее по своим параметрам, он скорее верджинал. Но так как это очень сложное название, у нас многие не знают даже, что такое клавесин, к сожалению, то верджинал ещё более такая терроинкогнито, поэтому я всё-таки называю его клавесином, но поясняю, что это оттавина, потому что он звучит на октаву выше. Это от итальянского слова, термина регистра органного октава, который звучит на октаву выше привычного нам звучания. Поэтому это такой компромисс. В общем, если бы не идти на компромисс, его бы надо было назвать просто верджинал. Расскажите о вашем инструменте, ведь это копия исторического инструмента. Да, это очень примечательная история, и особенно ценная в российских реалиях, потому что у нас инструментов не так много, и хороших качественных копий тоже. Но ещё это примечательно тем, что оригинал этого инструмента находится у нас в России, каким-то чудом оказался в музее Мини-Глинке. Ну, там есть своя длинная история, естественно, я не буду сейчас углубляться. Но в музее Мини-Глинке в Москве находится оригинал этого инструмента, и является он частью большого, очень красивого, украшенного, инкрустированного бюро. И вот вместо одного из ящичков выдвигается вот этот небольшой инструмент, датированный 1593 годом. Это не совсем прямая копия, была создана прямая копия, был отреставрирован оригинал мастером, художником-реставратором Николаем Полосковым. Но так как инструмент довольно старый и, в общем, проживший сложную долгую жизнь, он не всегда играет. Но тогда, когда он играет, это зависит от перепадов влажности, температуры и так далее, тогда, когда он может звучать, он звучит чудесно, очень радостно и очень полноценно. Не как какая-то там музыкальная игрушка или как детская пианино, а вполне себе как музыкальный инструмент. Поэтому было принято решение сделать прямую копию таких же небольших размеров. Но мой инструмент — это уже как бы следующее поколение, это скорее реплика, она чуть-чуть расширена, чуть-чуть увеличена, добавлено немножко места в басовых струнах, чтобы просто инструменту было немножко больше пространства звучать. А так, да, прототипом является инструмент фламандский 1593 года. Потрясающий инструмент очень красивый. Кстати, он звучал на фестивале «Органные вечера» в Кусково, и вы часто этот инструмент, помимо того, что вы играете на органе, вы этот инструмент возите с собой. Это была смешная шутка, мем в России. Кто играет на рояле, тот его и носит. И часто с клавесинами так же. Это действительно очень тяжело перенести. А вы решили эту проблему и сейчас фактически возите с собой не только репертуар, но, получается, и с собой инструменты в Петербург, и в Москву, и, насколько я знаю, другие города тоже. Мне бы хотелось расширить географию, потому что он счастливым образом вполне себе подходит под ручную кладь. Его можно было бы даже возить в самолёте. Он весит не очень много. В общем, да, если перевозят гитары, то можно перевозить и клавесин. Но мы как-то начали наше общение именно с клавесинной тематики. Но на самом-то деле изначально я органистка, органом я занимаюсь гораздо больше, чем клавесином, хотя клавесин тоже очень люблю и занималась с разными педагогами. И всегда было желание на европейский манер совмещать в одной программе клавесин и орган. Каждый раз, когда мы оказывались ещё с классом органным академии в Европе, в Германии в частности, всё-таки доводилось слышать вот такой формат, когда органист играет чаще всего, конечно, наверху, на хорах, какую-то часть программы, а потом спускается и продолжает внизу алтаря. Это, конечно, вообще любой органный концерт – это впечатляющее событие, но в сочетании с клавесином это что-то фантастическое. Но этой возможности, конечно, не было, потому что это тяжело – возить инструмент. У меня есть ещё инструмент, один, ещё один клавесин, вот, и он, конечно, больших размеров, его так под мышку, грубо говоря, не возьмёшь. Не возьмёшь. Да, а появление этого инструмента дало возможность делать такие совмещенные органно-клавесинные концерты, и я с удовольствием это делаю. Вы сказали, что первоначально вы органистка. Как вы вообще пришли в музыку? Ведь вы родились в Петербурге, а потом оказались в Москве, стали учиться. Да, я родилась в Петербурге, училась в замечательной музыкальной школе на Васильевском острове. У меня были потрясающие педагоги по фортепиано, по сальфеджио. Было само по себе потрясающее здание, в котором мы учились. Это был особняк с резными дубовыми потолками, с картинами Юлия Клевера на стенах. В общем-то, такое очень легендарное и очень красивое место. Это моя музыкальная школа номер 11. И, в общем, такая страсть к прекрасному во всём она была ещё с детства. Потом мне удалось познакомиться, я уже не помню, как состоялось это знакомство, но мы познакомились с органистом Михаилом Левиным. Тогда в музыкальных школах не было ещё класса органа, вот как сейчас. Это очень распространено, по крайней мере, в Москве очень. Да, и класс органа, и клавесина, и даже дети могут заканчивать музыкальную школу как органисты. Тогда ничего этого не было, и единственная возможность как-то познакомиться с органом и с органной музыкой были вот эти классы при храме, при Лютеранской церкви Святого Михаила на Васильевском острове. И вот там мы с Михаилом Михайловичем Левиным занимались. И надо сказать, что несмотря на то, что это был даже, в общем-то, несколько такой кружок, потому что у нас не было ни программы, никаких требований к нам не предъявлялось, мы не сдавали никаких зачётов, экзаменов, но вот Михаил Михайлович как-то так сам любил музыку, сам и любил очень нас, и был нам таким прекрасным товарищем, что вот многие, кто занимался у него, пошёл дальше именно вот по стезиорганной. Вот сейчас из органистов моего поколения, чуть младше, довольно много ребят, которые начинали именно у него. Вот это очень приятно и показательно. Ну а потом я продолжила заниматься органом в музыкальное училище и поступила впоследствии в Академию музыки и не в Гнесиных. Почему именно в Гнесиных, а не в Петербурге? Ну, сейчас уже, наверное, это выглядит несколько бессмысленным решением, потому что я очень люблю Петербург и много приезжаю сюда, но тогда мне очень хотелось продолжить именно фортепианное образование. Закончила музыкальное училище как пианистка и очень любила рояль, любила камерный ансамбль с фортепиано. И мне очень хотелось продолжить своё обучение как пианистка. А вот в Петербургской консерватории на тот момент надо было уже выбирать, кем я буду – пианистка или органистка. А Академия Гнесинская на тот момент ещё предоставляла возможность заканчивать как по двум специальностям, а по фортепиано и по органам. К сожалению, в процессе моего обучения они тоже перешли на только одну специальность, и я уже закончила как органистка. Пришлось таки выбрать. Ну да, конечно. Вы, кстати, со своим профессором, Александром Владимировичем Фисейским, правильно, имя отчества, много поездили, даже участвовали в записях, дисков. Расскажите о вашем таком тесном сотрудничестве уже не только как учитель-ученик, но уже как коллеги тоже. Ну, на самом деле, тесное сотрудничество было как раз-таки в годы обучения. Вот именно тогда мы записывали диски, ну, как-то ездили по Германии, а потом Александр Владимирович относится к тому типу педагогов, которые выпускают в свободную жизнь своих учеников и уже следят за их жизнью издалека, наблюдая спокойно. Поэтому это всё истории давнишние достаточно, всё истории обучения, годов обучения. Как вы оцениваете органную жизнь в Москве и в Петербурге? Насколько легко предлагают свои программы, которые хотелось бы играть? Или всё-таки приходится идти на компромисс у организаторов? Ну, вот это, да, такой очень сложный и интересный вопрос. Можно только на эту тему долго разговаривать, всю передачу. Да, я просто очень люблю программы тематические. Мне очень нравится подбирать тщательно, что там будет, выстраивать какую-то сюжетную линию, содержательную линию. Так, чтобы можно было и что-то рассказать. Я очень часто, когда есть возможность, когда формат концертный позволяет, я рассказываю о музыке, об инструменте, естественно, если я вожу с собой от Тавина. Поэтому я предпочитаю не просто такие программы, калейдоскоп, как очень часто встречаются там какие-нибудь хиты или ещё шедевры мировой органной музыки. Нет, я предпочитаю, что это более узкое и программное. И да, оказывается, не всегда легко убедить организаторов в том, что это может быть интересно. В Петербурге лучше. В Петербурге, да, немного легче. Больше органов, да. Всё-таки больше инструментов. Больше инструментов, причём они появились все как-то относительно внезапно. Потому что, я помню, было время, когда, приехав в Петербург, можно было играть, давать концерты только на органе в церкви Святой Екатерины на Васильевском острове. Потому что большие инструменты, там филармония и консерватория, они были на реставрации. Капельный инструмент, по-моему, тоже. Многих инструментов не было вообще ещё, в принципе. В общем, как-то было очень скудно. А потом прошло совсем немного времени, и появились и духовые органы. Вот, замечательные. И в том числе единственная, насколько я знаю, копия исторического инструмента в Церкви Святой Марии. Это копия инструмента Готфрида Зильбермана. Замечательный орган в Таврической капелле, в Петрикирхе. В общем, да, органов в Петербурге сейчас… Ну, этого никогда не будет достаточно. Всегда можно больше, но, по крайней мере, да, можно чувствовать себя свободно в плане разных программ, вот разных эпох на том или ином инструменте. Потому что есть прекрасные ворочные, необорочные инструменты, романтические. В общем, какая-то такая более живая, органная жизнь, на мой взгляд. У вас в предыдущем сезоне была интересная программа, и вы как раз в публикации в Фейсбуке писали, что вот её не смогли вы сыграть нигде в Москве, потому что организаторы испугались, но удалось сыграть в Петербурге, в Красноярске и ещё в других городах Сибири. Что это была за программа? Расскажите нашим слушателям. Я думаю, что речь идёт о программе, посвящённой Марселю Дюпре. Этот год, который сейчас идёт, уже заканчивается, это памятный год, посвящённый Марселю Дюпре, 50 лет со дня его ухода от нас. Мне кажется, что у нас это прошло как-то достаточно незамеченным, к сожалению, хотя Марсель Дюпре замечательный композитор. И я давно уже, на протяжении нескольких лет, думала о том, чтобы сыграть его очень интересный цикл «Крестный путь». Это 14 стояний по количеству стояний на крестном пути Христа от момента, когда его приговорили к смерти и до момента распятия. И вот 14 таких иконографических католических храмов очень часто помещаются вот такие или картины, или фрески с этими сюжетами. И вот там 14 таких пьес и стихотворные импровизации его друга, друга Марселя Дюпре, Поля Кладеля. Я не слышала, чтобы это исполнялось у нас, и мне было интересно попробовать именно в таком, не только концертном формате сыграть просто пьесы, а действительно совместить это с поэтическим словом, потому что в данном случае музыка и текст прекрасно друг друга дополняют. Ну и вообще этот цикл так выглядит цельно. Да, и мне удалось это сделать в Красноярске, в Барнауле и в Томске. Вот, я очень рада. Ну, а на каком языке вы читали поэтические тексты? Ну, это было бы уж совсем прекрасно. Да, была идея предложить эту программу французскому храму какому-нибудь католическому в Петербурге или в Москве. Но нет, это не осуществилось на русском языке. Да, есть перевод русских, поэтому русские читались на русском тексте. Хотя я в интернете видела, есть записи, их немного, и вот одна среди них – это текст, читаемый на разных языках, сначала по-французски, потом по-английски, ну, а потом уже звучит такой международный язык музыки, и звучат пьесы. Ну, ваш апертуар достаточно объёмный, обширный. Часто люди, музыканты, специализируются больше, например, на старинной музыке, то у вас включают и дубаховский период, и, конечно, произведение баха, но также вот и те же программы дюпре. Насколько легко совмещать это и вот так же удерживать в руках такой большой апертуар? Мне кажется, в разнообразии всегда легче находиться, чем в чём-то одном. Мне нравится совмещать разные инструменты. Я люблю играть на фортепиан, и с удовольствием играю на клавесине, на органе, и когда удаётся в течение одного дня играть на клавесине, на органе, совершенно не воспринимается, как какое-то единое количество часов занятий. Это что-то абсолютно раздельное, и утомления гораздо меньше. То же самое, наверное, с программой, с репертуаром, потому что это позволяет отдохнуть от чего-то одного, во что я углубляюсь, и заняться чем-то другим. Нет, это очень интересно, и мне кажется, это самый прекрасный формат. Но это действительно не всегда легко по многим причинам, но для меня самый прекрасный вариант. Вообще орган репертуара настолько огромен, что многие произведения, мы даже не знаем, как они звучат, как их надо исполнять. Были ли среди последних произведений какие-то ваши личные откровения, когда вы открыли, поняли, что вот это вот моё произведение, насколько оно вас захватило, вдохновило? Наверное, музыка Марселя Дюпре, она не очень так широко распространена. Если играют на концертах, то в основном его «Прелюди и фуги», а вот пьесы из «Крестного пути» довольно редко. Поэтому это было такое моё личное знакомство. Я когда-то давно, в студенческие годы, ещё играла там, может быть, две-три пьесы из этого цикла. Но вот так, чтобы познакомиться с циклом целиком и чтобы сформировать его в единое целое, это был такой большой очень труд. И мой личный труд, потому что особо опираться не на что. Вот, к сожалению. Орган часто ассоциируют именно с религиозным инструментом, и особенно в Европе. Как у вас и с религией, и вот с этим отношением к инструменту в России? У меня такой сложный вопрос. У меня с религией отношения хорошие. Я отношусь с большим пиететом ко всему, что происходит внутри каждой из христианских конфессий. Да, я тоже отношусь к органу в первую очередь как к церковному инструменту. Мне кажется, что даже если человек, исполнитель, органист далёк от веры, может быть, или даже является атеистом, хотя в этом есть такое некое внутреннее противоречие, но даже если это так, то, мне кажется, всегда стоит помнить, что орган – это церковный инструмент. И сейчас такие ситуации бывают в России, когда орган находится в пространстве бывшим церковным, но который сейчас храмом не является. Вот очень часто какие-то органные залы филармонии находятся в бывшем храме, какие-то помещения бывшего религиозного культа, скажем так. И даже в этом случае я всегда помню, что у меня не просто концертный зал. И тогда, мне кажется, что стоило бы повнимательнее и потщательнее выбирать ту музыку, которую вы собираетесь, которую организм собирается играть в храме, потому что иногда встречаются совершенно необъяснимые репертуарные предпочтения, выбор репертуара для того, чтобы играть его в храме. В общем, говоря короче и проще, не всё, что можно было бы исполнить в концертном зале, можно исполнить в храме, даже если он ныне не действующий. Я так считаю. Где вам комфортнее играть? В концертном зале или в соборе в церкви? Ну, тут вопрос очень простой. Храмовая акустика, она, в общем, является продолжением органа. И орган должен звучать всё-таки в храмовой акустике, потому что он довольно сильно обедняется вот без вот этих акустических особенностей помещения в храме, в церкви, даже если она небольшая. Поэтому, да, конечно, в храме. Если бы вам сказали, что к вам на концерт придут полный зал, будут неискушённые публики, привели с улицы, какую бы вы программу выбрали, чтобы познакомить именно с органной музыкой, чтобы они захотели потом, ну, пусть не все, но хотя бы прийти ещё раз на концерт послушать. Как вы думаете, какие произведения наиболее были бы понятны для слушателей? Ну, вообще так довольно часто и бывает, что публика неискушённая. Бывает, что в каком-то месте, в каком-то отдалённом городе появляется вообще первый орган, и люди даже не знают, что это такое. Было на Сахалине такое. Я играла на Сахалине относительно недавно, там появился инструмент, и, конечно, жители Южно-Сахалинска не очень знакомы вообще с органной музыкой. Ну, вы знаете, что в Оренбурге, наверное, вначале была та же самая ситуация, не было инструмента, и, конечно, у людей не было никакого слушательского опыта. Мне кажется, что здесь нет никакого узкого подхода. Если есть возможность что-то рассказать, вот было бы прекрасно. Может быть, перед концертом или в середине концерта или там что-нибудь немножко между произведениями, потому что я всегда за то, чтобы подтолкнуть слушателя, намекнуть ему, в какую сторону ему размышлять, как ему это воспринимать. Ведь музыкальный язык, особенно если говорить о произведениях каких-то отдалённых эпох, даже барокко, не говоря уже о Ренессансе, музыкальный язык очень изменился, музыкальное мышление очень изменилось, и иногда просто нужно комментировать, как это нужно слушать и что это вообще всё обозначает, почему это вот так, а не иначе. И люди тогда очень хорошо воспринимают, они всегда... композитор, его даже специалисты не очень знают, я имею в виду специалистов, которые не занимаются старинной музыкой, такие академические, какие-нибудь пианисты, скрипачи у нас не очень знают эту музыку. Вот, поэтому, да, всегда... Если есть возможность рассказать, всегда можно рассказать. Ну, а так, конечно, бах. Бах — это спасение всегда во всём. Тем более, что его можно играть бесконечно, огромное количество программ разнообразных, поэтому это такое спасение для всех организмов. Да, действительно, спасение. Многие органисты вынуждены... Ну, вообще, в принципе, музыканты часто совмещают концертную практику с педагогической. Есть ли у вас какое-то направление, которое вы совмещаете с концертной, или целиком посвящены именно концертной деятельности? Ну, у меня был период, когда я преподавала, но постепенно я от этого отошла. Я вообще не против преподавания, и я бы с удовольствием делилась с кем-то своими знаниями и опытом. Но сейчас нет, сейчас я не преподаю. Мне было бы интересно преподавать ребятам постарше, в музыкальном училище, может быть, или в консерватории. Нет, я в основном занимаюсь концертной деятельностью, ну и всякими там околокультурными вещами, которые просто доставляют мне удовольствие. Скажем так, хобби. Ну что, поделитесь, расскажите, что за хобби, что за околокультурные вещи. Нет, ну это не околокультурные, это так несколько скоропалительно выразилось, а не самое, что ни на есть, культурное. Я люблю рисовать, я занимаюсь... В предыдущие несколько лет занималась живописью в художественной школе, вот, люблю заниматься рукоделием, вот, печь торты, и всё в этом роде. Увлечений много, и времени всё равно на всё не хватает. Ну, к тому же, большую часть времени занимают мои дети, которые требуют столько внимания, сколько вообще никакое занятие другое не отнимает. В этом как раз особенность женщин-музыкантов, в принципе, женщин. Когда приходится совмещать воспитание и творческую деятельность, наверное, это одна из самых невыполнимых задач, и часто завидуешь мужчинам, насколько им в этом смысле попроще. Абсолютно согласна. Я тоже так иногда размышляю, думаю о том, что вот бы мне родиться мужчиной, мальчиком, вот при тех же там своих же данных, вот быть бы мужчиной, всё было бы, не знаю, насколько иначе, но проще, наверное, да. Времени на творчество вас бы гораздо, гораздо больше, это однозначно. У вас достаточно много записей в Ютубе, подскажите, какие было бы интересно послушать. Не то, что интересно, а вот на какие бы хотелось обратить внимание наших слушателей. Мы потом после эфира опубликуем в комментариях, в Фейсбуке. Ну, наверное, конечно, это скорее не что конкретно, а когда записанное. Мне кажется, что многие музыканты, они меняются внутри себя, внутри своего представления о музыке, и то, что было сыграно и записано несколько лет назад, сейчас уже слушаю, и думаю, «Боже мой, как я вообще так мог играть? Сейчас бы я сделала всё иначе». Поэтому если вам хочется составить какое-то более актуальное представление музыканте, то, наверное, нужно слушать его свежие записи. Поэтому я бы порекомендовала что-нибудь, что записано и выложено в последние полгода. Там есть и органные записи, и клавесинные записи. Вот, да, что-нибудь из последнего. Там, кстати, у меня, если говорить о Ютьюбе, выложен эпизод концерта в Петрикирхе, когда я играла часть из цикла Марселя Дюпре. Вот, там почти половина цикла. Я считаю, что это довольно удачная запись, несмотря на то, что орган Петрикирхе, конечно, для французской музыки романтической, ну, пост-романтической совершенно не подходит. Это нам совершенно о другом, но всё равно. У нас не так много в любом случае органов, которые бы идеально подошли для Дюпре, поэтому мы радуемся тому, что есть. Я даже, наверное, не могу представить, какой бы орган в России подошёл для Дюпре. То есть, может быть, только в Калининграде, но я в Калининграде не знаю инструментов. Ну, в Калининграде он такой универсальный, на нём можно играть всё. Но вот орган в заряде, он тоже, в общем-то, универсальный, как и, наверное, практически все вновь появляющиеся инструменты в больших концертных залах, они должны быть универсальны. Но всё-таки он с таким французским уклоном. Я думаю, что на нём бы Дюпре звучал бы прекрасно. А, кстати, в Большом зале консерватории на органиковой коле Да, 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 я думаю, конечно. В России сейчас очень много инструментов электронных, и даже в Кусковом стоит электронный инструмент. Вот лично для вас, что значит электронный инструмент, стоит ли на нём проводить концерты, и не портит ли это слушательское впечатление от инструмента? Я знаю, что среди наших с вами коллег есть такие пуристы, которые считают, что это всё электронные балалайки, и, в общем, надо их изгнать из концертной жизни. Но надо понимать, что мы находимся, в общем-то, в российских реалиях, не в европейских, где инструментов больше, чем органистов. У нас органистов гораздо больше, чем инструментов. И во многих городах огромной России но просто нет инструментов духовых, электронный орган даёт возможность всё-таки существовать какой-то культурной органной жизни. Я считаю, что это, в общем, прекрасный компромисс, и не стоит им пренебрегать совершенно. И надо сказать, что для электронного органа важнее даже не то, какой он по качеству, то, в какой акустике он находится. Потому что, я думаю, вам тоже доводилось сталкиваться с таким, что орган простенький, электронный, совсем не последнего поколения, но он находится в таких акустических условиях, что звучит очень даже прилично и не вызывает никаких неприятных эмоций. Поэтому, да, я за электронный инструмент. Ну да, действительно, это, как бы, такой, как говорят, компромисс. Но это, наверное, лучше, чем полное отсутствие инструмента в городе. Вот, например, в Оренбурге, где я родилась, не было никакого инструмента. И появление маленького двухмануального инструмента, но как раз вот как наш сегодняшний гость колесинистка-органистка Маргарита Ейскина говорит, что как важна акустика. И вот именно акустика Лоританской церкви способствует тому, что можно раскрыть тембры этого небольшого и краски этого небольшого инструмента. Единственное, что, конечно, часто бывает, что электронные органы, вот, кстати, это пословление в Европе, начинают вытеснять настоящие духовые инструменты, потому что это дешевле при установке и более того, это дешевле в эксплуатации. Но, к счастью, это всё-таки нечастое явление и духовые инструменты продолжают сохранять и не продолжают шлить. Многие европейские органисты стремятся приехать в Россию с концертами. Как вы думаете, с чем это связано, Маргарита? Ой, вот не знаю. Наверное, интересно вообще посмотреть на места отдалённые, посмотреть на города не только Петербург и Москву, но и другие города России, где есть инструменты, потому что это такой вот плюс для музыкантов побывать в тех местах, в которых ты никогда бы в жизни не побывал, если бы не концерт. Я бы вряд ли, наверное, когда-то доехала до Мурманска или до Сахалина. Я думаю, что во многом, если бы не концерты там, я думаю, что во многом европейские музыканты тоже думают о том, что это интересно побывать не просто в России, а в каких-то отдалённых от центра городах. Потому что, когда они приезжают к нам, они, конечно, чаще всего даёт не один концерт в Москве, а получается какой-то такой туп по России, посмотреть Сибирь. У меня был мой старший друг Кристофер Стембридж, у которого я училась тоже и клавесина, и он меня приглашал на мастер-класс в Италии, мы там занимались на итальянских ренессансных органах. Он считается специалистом по ренессансной итальянской музыке, издаёт сборники и так далее. Так вот, он обожал Сибирь, он с удовольствием ездил в Новосибирск, и каждый раз, когда он приезжал в какой-то новый русский город, он обязательно шёл в Кривический музей. То есть, они европейцы, они очень открыты, но у них нет вот этого скепсиса, снобизма, ещё что-то, им очень интересно. Поэтому он всегда, я думаю, и не он один, всегда с удовольствием в России. Потому что Россия ещё очень разнообразна, многогранна, и можно, находясь внутри одной страны, увидеть ещё много всего зачастую и противоречивого. Много впечатлений. Это важно. Действительно. Ну, а вы, кстати, успеваете сходить на какие-то, посетить какие-то выдающие достопримечательности в городах, или целиком погружаетесь в концерт и подготовку программы? Если есть возможность, хоть немножечко, хоть, ну там, не знаю, два часа между репетицией, концерт, я всегда, да, я тоже стараюсь ходить в Кривический музей, вот, потому что это, ну, даёт возможность какое-то представление составить о месте, о крае, потому что художественный музей есть везде, и там много разной живописи, не только местные, а вот Кривический музей, да, он даёт такое беглое общее представление о природе края, об этносах, это тоже очень интересно, вот, о культуре традиционной, вот, да, я за Кривический музей. Дорогие друзья, наша передача подошла к концу, у нас в гостях была сегодня российская клавесинистка, органистка Маргарита Ейскина. Маргарита, благодарю за интересную беседу, до новых творческих встреч. До свидания, всего хорошего. До свидания.